всем привет народ это я тиллайт и я бы хотел бы поговорить с вами о лайт фити несколько лет назад на своем канале youtube я заявил что хип-хоп типа мед и сейчас да здравствует нью-скул хип-хоп ну на самом деле может и не мертв но некоторые тенденции все-таки в этом направлении есть и я сейчас зима вот свободное время немножко есть вот я поэтому решил вести такой небольшой блог блог в котором буду рассказывать о развитии white фита и возможно других нью-скульных направлений в украине и мире поэтому если вам интересно заглядывайте на мой канал youtube и будем контакте итак для первой серии я думаю чтобы это было не сильно надоедливо это будет видео такие минут по 5 7 10 я для затравочки расскажу вообще что происходит с хип-хопом что происходит с вот фитом вот дело в том что хип-хоп как танцевальная культура танцевальная культура ну и вообще культура как такова мы знаем что родилась бронксе в нью-йорке и это было где-то в конце 70-х начале восьмидесятых но если мы говорим о танцевальной культуре да ну может и раньше сам хип-хоп как культура раньше в семидесятых но то что мы сегодня знаем их танцевальная культура party dance это скорее восьмидесятые может даже 90-е поколение тех танцоров которые сейчас 50 лет 55-60 олдскульных деятелей это как раз семидесятые восьмидесятые даже девяностые моп-топы и так далее вот мы не будем говорить о там буга у семи и там так далее то есть это до танцевальная культура но это все-таки фанковая это немножко другая эра так вот тогда это было популярно восьмидесятых девяностых в америке танцевали кто подростки до двигательной силой а любого не скульного направления являются подростки подростки это там teenager до 13 и на деле с 10 там до 20 лет приблизительно то есть те люди которым было сейчас которым было тогда 10 там 12 лет это люди грубо говоря там семидесятого года рождения самые молодые может восьмидесятого то есть это сегодня те которые по 40 35 40 55 лет 50 вот в этом районе это нельзя назвать new school на сегодня да то есть многие школы танца украине там других странах называют это современным танцем да то есть понятно что для простоты общения но это далеко не современный танец то есть те люди которые действительно там прохаванные заниматься хип-хопом это уже люди за 30 скажем так вот поэтому мы говорим о хип-хопе восьмидесятых девяностых да о том что считается хип-хопом где он сейчас разве давайте поанализируем ботовая до ботовая культура культура ботов и в общем то это уже такой вес высокий уровень до высокий уровень самый высокий да чуть пониже там конкурса на конкурсах современной как бы хип-хоп не очень-то представлен там больше коммерческая там какая-то смесь вот по сути детей которые занимаются вот чему я подвожу детей которые бы занимались хип-хопом как культурным феноли феноменом по су по сути нет то есть бронхсе сейчас хип-хоп дети уже не танцуют и мне интересно они танцуют другие стиль в нью-йорке да не танцуют а в америке вообще как бы очень мало детей которые танцуют хип-хоп даже в европейских странах мало вот а в основном это что у нас япония там какие-то не знаю азиатские какие-то может интересуются страны снг там вот и так далее это если мы говорим о детях вот хотя в японии япония на детей и не знаю не не особо вот в основном это взрослые которые уже танцуют а мы говорим сейчас о падавусках и детях вот то есть по сути наши страны бывшего ссср это является основным таким вот местом где учат хип-хоп и на танцевальному хип-хопу 80 90-х детям вот во всем мире скорее всего это один из таких одно из таких массовых мест почему после потому что у нас большая такая культура с постсоветская культура кружков там и так далее все эти тренера ущеля которым сейчас 30 40 там лет они но не передают по сути свои знания вот но это уже как бы кружок вы понимаете это не культурно-творческий феномен это танцоры спортсмены которые приходят за медалями за грамотами за кубками за пускай хорошо какими-то победами в батлах на каких-то командных шоу и тому подобное то есть у них есть четкая мотивация на результат я не а это не творческий феномен это не потом не танцуют потому что танцуют не танцуют потому что живут и из этого я объясняю свое видео которое несколько лет назад повесил заглавным на своем канале youtube что хип-хоп мертв да но он не совсем еще мертв да то есть есть еще какие-то спортсмены которые занимаются специально спортом и так далее вот которые целенаправленно на результат тренируются вот на победы и так далее но как творческий культурный как культурный феномен который просто сопряжен с постоянным с ежедневной какой-то жизнью да он не может быть сейчас жив потому что он уже не актуален снимать он был актуален тогда был взрыв бомба до 80 90 вот и поп вышел на тв хип-хоп вышел на мировую аренду и так далее вот что же сейчас актуально сейчас актуален white fit и многие другие направления которые в разных регионах имеют свои названия свою музыку об этом в более поздних скажем так следующих подкастах сегодня я просто хочу подытожить что почему от фиджи потому что сейчас есть тинейджеры дети которые занимаются увлекаются литфитом хотя нужно сказать что да действительно он постарел литфит повзрослел по крайней мере в америке вот хотя там стараются подтягивать детей вот есть саунд-продюсеры которые занимаются да но вообще по сути хип-хоп сейчас проходит тот этап который был у хип-хопа наверно в 90-х да то есть в америке уже тот основная golden age golden эра крутых танцоров которые были тинейджерами прошла им сейчас уже по 25 лет приблизительно этим ребятам то есть golden age что двухтычно пятый двухтычно десятый приблизительно там вот так вот конец десятых вот и латфита расходится активно расходится по миру в разные другие страны вот и в нашей стране он действительно очень сильно сейчас зашел об этом и многом другом мы будем говорить следующие разы вот следите заходите подписывайтесь ставьте там колокольчики и так далее будьте в теме мы будем продолжать сейчас пока зима есть свободное время можно немножечко как бы поговорить да помимо того что у меня есть какие-то свои работы связанные с курсами вот я сейчас записал по white fit у курс но не то чтобы курса 8 часовых тренингов то есть это home такой home work home session до часовые тренировки 8 таких часовых тренировок которые разбирают все аспекты то есть и в том числе трики на русском языке может можно интересоваться добавляться я расскажу что к чему почем и так далее а пока что на сегодня все